Всем привет! Сегодня снова поговорим о частицах. Когда вообще о них заходит речь, обычно вспоминается, что искры, какие-то брызги, дым и так далее. Но с помощью частиц можно делать не только подобные явления. С помощью системы частиц DaVinci можно также и очень круто стилизовать видео. Например, делать вот такие 3D-голограммы. И сегодня я вам покажу, как это сделать. Ну что ж, погнали! У меня есть вот такое видео. Я снял себя на черном фоне и что-то говорю. В общем-то, не обязательно снимать себя на черном фоне, но, как мне кажется, так можно получить более интересный эффект и будет легче подложить какой-то фон. Итак, давайте отключим MediaIn от MediaOut. Нода MediaOut нам понадобится немного позже. И давайте сразу же создадим все древо нод, которое нам понадобится. В первую очередь нам нужна PImageEmitter. Дальше нам понадобится нода P-Custom. Дальше нода P-Render. Нода Merge3D. Render3D. И также камера 3D. Теперь, давайте перед тем, как мы подключим видео к ноде P-ImageEmitter, немножко настроим эту ноду, потому что она требует очень много ресурсов. И настройки по умолчанию как раз-таки очень ресурсоемкие. Поэтому сейчас мы сделаем небольшие настройки, так, чтобы компьютер не сильно нагружался и работал побыстрее. Итак, выделяем P-ImageEmitter. И, во-первых, X and Y Density делаем 0,1. Дальше Style. Меняем с Point на Blob, для того, чтобы можно было управлять настройками размера, если это понадобится. И размер у нас сейчас стоит 0,1. В принципе, в данном случае этого достаточно. Но если вы захотите, то сможете эти настройки поменять. Дальше. Я бы перекрасил немножко видео. Для этого давайте добавим ноду Color Corrector, потому что, ну, это стиль такой, ну, не то чтобы прям sci-fi, но что-то рядом. И мне кажется, что в каком-то монохромном варианте это смотрелось бы интереснее. Давайте подключим видео к ноде Color Corrector. Давайте выведем Color Corrector в правый Viewer. Сделаем все видео таким ближе к синему. Хотя можно, например, сделать красным или зеленым. В общем-то, разницы нет. Делайте на свое усмотрение. И я немного прижму насыщенность. Вот так. Вот в таком виде оставляем. И теперь выход ноды Color Corrector подключаем к P-ImageEmitter. Давайте выведем Render 3D в правый Viewer. У нас просчитался перендер, и пока что мы ничего не видим. Давайте выведем Merge 3D в левый Viewer и посмотрим вообще, что у нас тут происходит. Видите, у нас камера, в общем-то, упирается в видео, и поэтому ничего не видно. Задвинем камеру подальше и дождемся, пока отработает Render 3D. Теперь давайте донастроим частицы. Видимо, я где-то немного ошибся. Да, давайте поставим размер частиц 0,01, потому что 0,1 в данном случае это слишком крупные. И вот, смотрите, вот такой результат мы получаем. В общем-то, уже смотрится достаточно интересно, но не то, ради чего мы тут собрались. Итак, теперь переходим к самой магии. Нам понадобится нода P-Custom. На первый взгляд здесь очень много настроек, но суть этой ноды в том, что это просто кастомизируемые настройки, которые не обязательно в принципе использовать. И нам понадобится здесь вкладка Particle. Смотрите, у нас есть первые три параметра Position X, Y, and Z. И если обратить внимание вот сюда, в ноду Merge 3D, то смотрите. Вот здесь в правом нижнем углу у нас подписаны оси Z, Y, and X. И Z это синяя ось. В общем-то, она нам и нужна, потому что ось Z смотрит на камеру. И поэтому берем Position Z и сюда вписываем вот такую формулу, что ли. B делить на, допустим, 4. Смотрите. Здесь мы можем использовать B, G или R. Это, в общем-то, синий, зеленый или красный цвет. То есть мы используем параметр яркости, деленный на какой-либо коэффициент. Если убрать коэффициент, то смотрите. У нас просто получается разлет частиц слишком большой. А нам это не нужно. Поэтому мы в данном случае просто делим на 4. 4 выбрано было методом тыка. То есть это достаточно удовлетворительный результат. И если перейти на вкладку Edit и дождаться кэширования, то мы получим вот такой результат. Итак, кэширование завершилось. И смотрите, вот что мы имеем. Смотрится очень даже неплохо. Теперь, чтобы сделать это еще интереснее, давайте добавим сюда такую Sci-Fi подложку, что ли. И подрежем ее, чтобы не мешало. Вот так. И смотрите. Уже выглядит еще более интересно. Я в начале видео упоминал, что совершенно необязательно делать черный фон. Можно, в общем-то, просто взять видео и применить все вот это вот древо нот просто к обычному видео. И давайте посмотрим, что получится в данном случае. Смотрите. Возьмем вот такое видео. И, в общем-то, справа вы можете видеть, что получается. Смотрите. Тут есть несколько небольших косяков. После сотого кадра мы в правом вьювере ничего не видим. Это потому, что по умолчанию длительность жизни частиц стоит 100 кадров. Давайте поставим 300 кадров, потому что клип примерно... 285 кадров весь клип, и поэтому частицы поставим немножко с запасом. Дальше. Из-за того, что в клипе много деталей, а частицы достаточно крупные, выглядит это все как-то слишком недетализировано. Поэтому в данном случае давайте сделаем частицы чуть поменьше, а их плотность чуть побольше. Поэтому в параметре X and Y Density поставим 0,2. А на вкладке Style размер поставим чуть-чуть поменьше. Вот так, 0,005. И теперь уже смотрится немного интереснее. Для того, чтобы лучше видеть картину, нажмите на три точки возле вьювера и уберите галочку с Checker on Delay. Тогда у нас вот эта шахматка, которая обозначает прозрачность, заменится на просто черный фон. И теперь давайте перейдем снова на вкладку Edit и посмотрим, как это выглядит, когда проигрывается с нормальной частотой кадров. Итак, получается у нас следующее. Достаточно интересная стилизация. Ну и напоследок я вам покажу еще одну очень классную фишку, которую можно реализовать с помощью ноды P-Custom. Давайте вернемся во Fusion. Выберем ноду P-Custom. И смотрите, вот на вкладке Numbers у нас есть 8 настраиваемых параметров. Это обычные крутилки с числовым значением, которые можно, как видите, анимировать. И что мы сделаем? Перейдем снова на вкладку Particle. И там, где у нас Position Z обозначено как Blue Channel делить на 4, вместо четверки давайте напишем здесь N1. N1 — это вот этот Number in 1. Также, если вы напишите N2, то будет Number in 2. И таким образом это можно использовать вот во всех этих текстовых полях. Итак, так как на 0 делить нельзя, мы, в общем-то, в ноде MediaOut ничего не видим. А вот если начать этот параметр изменять, то у нас начинает что-то вырисовываться. Ну и мы тогда ставили 4, ставим четверку, и, в общем-то, видим уже привычную нам картинку. Но что, если этот параметр анимировать? Давайте это сделаем. Поставим в нулевом кадре, допустим, 0,01. Да, так, чтобы ничего не было видно. А где-нибудь к 50 кадру забыл поставить ключевой кадр. Вот так. И в 50 кадре поставим параметр 4, чтобы картинка была такая более или менее нормальная. И снова вернемся на вкладку Edit, для того, чтобы закэшировать эту анимацию, потому что ресурсов по ImageEmmetra требует очень много, и в Lifetime оно, к сожалению, не проигрывается. Ну и теперь давайте посмотрим, какая анимация у нас получилась. А если взять кадр с говорящей головой, то это будет выглядеть вот так. Ну и в конце любого из этих видео можно добавить обратную анимацию, когда частицы не прилетают в кадр, а наоборот разлетаются на зрителя. Ну я думаю, с этим вы уже справитесь самостоятельно. Ну что ж, друзья, у меня на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было вам интересным. Всем пока!